Здравствуйте! Сегодня в зоне нашего внимания фетр. А фетр это такой удобный материал, который не нужно обмётывать, а это значит, что если у вас есть немножечко времени, вы можете смело работать с фетром и в результате получить готовое изделие. Сегодня мы в гостях у Анны Чигирёвой, которая покажет нам некоторые работы из фетра. Здравствуйте, Анна! Давно ли вы работаете с фетром? Ну, в принципе, да, я думаю, что давно. И мне очень нравится, на самом деле, потому что он не крошится и очень интересные работы получаются. Знаете, ну, в доме всегда очень много всевозможных поделок, а хотелось бы, чтобы они не просто занимали место, но ещё и служили тебе. Вот давайте что-то такое сделаем сегодня. Давайте. Смотрите, очень интересная у нас получилась вот такая вещица. Это чехол для ножниц. Совушка. Совушка. Замечательно. Яркий, красивый чехол. Да, да. Ну и опять же с новогодним таким, да, уже уклоном. Такой она у нас интересной, шапочки. Тоже из фетра. Замечательно. Не терпится начать. Да. Ну, для того, чтобы начать, нам нужно сделать выкройку. Для этого вы берёте свои любимые ножницы. Вот видите, они у меня такие вот очень-очень старые. Они очень-очень любимые. Да, очень-очень любимые. Тут все облезлые. Но вот я не могу с ними расстаться, и поэтому именно для них я сошью сегодня чехол. С чего мы начнём? Мы начнём с того, что положим наши ножницы на листочек бумаги. Возьмём карандашик или ручку. Тут неважно. Так. И вот таким образом обведём по контуру. Можно даже внутренние, да, полукружья отвести. Тут не обязательно, чтобы всё было чётко и гладко. Что-то можно дорисовать от руки. После того, как мы их обвели, нам нужно нашу выкройку чуть-чуть увеличить, да, для того, чтобы ножницы легко в наш пенальчик входили. Тем более мы же будем сшивать. Да, тем более будем сшивать. То есть чуть-чуть нам нужно больше, чем наши ножницы. Соответственно, тут буквально на сантиметр прибавляем и дорисовываем в процессе прибавки на швы, дорисовываем нашей совушке ушки. Полностью увеличиваем выкройку. Так, вот у нас что получилось. Дальше всё как обычно. Выкройка вырезается, да. Ещё раз я её обвела, для того, чтобы нам удобнее было переводить её на ткань и вырезать. То есть нам нужно две, да? Да, нам опять же нужно две детали. То есть вот вырезанная у меня есть, смотрите. Вот таких вот деталей нам нужно две. После того, как две детали у нас пересняты, абсолютно одинаковые, берём наши ножницы и вырезаем именно ту часть, которая будет служить у нас кармашком, да. Так, значит, у нас с вами получилось две детали. Вот эта основная и вот эта вот как кармашек. Подождите, Анна, то есть у нас здесь две детали всего или нам нужно две такие детали, одну ещё такую третью? Да, у нас получается две вот таких детали. Одна вот такая деталь. И сейчас мы вот из этой детали ещё вырежем крылышки, которые вот они у нас, да? Вот. То есть выкройка одна, но она всё время трансформируется. Она трансформируется, да. То есть вы на свой вкус вырезаете, рисуете сначала крылышко у солушки, да? И вырезаете. Так, всё. Что нам ещё нужно? Нам ещё нужно обязательно сделать вот эти вот, вот это белое, это называется подглазники, да? То есть подглазки мы, чтобы они хорошо были видны и выделялись, вырезаем ещё одну деталь. Итак, основные детали у нас есть. Да, все детали у нас готовы. После этого мы берём фетр разных цветов, да? В данном случае вот я взяла три основных и красный как с помогательными. Из красного цвета накладываем все наши детали и вырезаем. То есть у нас получилось из основной ткани два крылышка. Получились вот основная часть тела. Так, получился карман вот этот. Получился карман для ножниц. Из красной ткани клюв, лапки. Так, вот ещё вторая. И подглазник. Всё, начинаем собирать. Собирать всё очень легко и просто. Швом соединительным, опять же, вы можете взять ниточку на контрасте, можете взять ниточку в тон. Здесь у меня чуть-чуть на контрасте нитка взята, да? Мы опять же по кругу собрали, прошили. Так, теперь берём клей. А можно, наверное, и все три детали прошить сразу? Или это неудобно? В принципе, можно, но нам сюда ещё нужно будет приклеить, либо приклеить, либо пришить крылья. Вот у меня в данном случае они были пришиты, но их можно и приклеить. Да, можно всё на клей посадить. Не забываем, что нам... Ах, нам нужно вклеить ещё лапки. Да, между нашими детальками мы вклеим лапки. Так. Вот. Теперь мы приклеиваем кармашек по периметру просто. Пока оно у нас клеится, мы с вами приклеим клювик. Вот он будет вот здесь. Место для глазок. В принципе, самое долгое было сделать выкройку и всё вырезать, все детали, да? Остальное всё очень быстро. Остальное всё быстро и просто. Так. И приклеим, наверное, всё-таки крылышки, да? Теперь глазки. Опять же, глазки могут быть в бусинке, вы можете из ветра их вырезать, пожалуйста, какие угодно. Можно даже нарисовать, наверное. Можно нарисовать, да. А тут всё, на что ваша фантазия сыграет, всё будет хорошо. Вот. Клеим ей зелёные глазки, поскольку, да, у нас тут зелёные есть. И при желании можно из фетра вырезать, а у меня есть готовая шапочка, которую я тоже приклею ей. Тоже приклею. На крыльчик. Вот таким образом. Так. Ну и вот. Наша совушка готова. Спасибо огромное, Анна. Необыкновенно позитивная сова получилась и такое же позитивное настроение у нас сегодня. В процессе вот этой нашей работы родилось. Будем её хранить и дальше, и творить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова